Под прицелом депутатов законопроект о вариативном порядке избрания глав городов и районов края. Парламентарии предлагают поменять, а точнее вернуть выборную модель, когда глав выбирали не депутаты, а сам народ. Инициатива приглянулась не всем. Оплачивать кто будут выборы? Оплачивать будут местные бюджеты. А у них что, некуда девать, нет направления куда тратить деньги? Мы приведем, знаете, к чему? В каждом районе есть свои группы, группировки, элиты. Начнется борьба политическая. Можно ли считать это выступление как позиции фракции? Выступал депутат. Понятно, понятно. Просто, коллеги, право выбирать, это вообще-то один из принципов демократии. Назначенный мэр, он не может нести ответственность перед людьми. Он несет ответственность только перед теми людьми, кто его назначает. Итого, законопроект о вариативном порядке избрания глав приняли в первом чтении. Другой важный проект закона, рассмотренный депутатами о краевом бюджете, точнее его корректировке. Так, расходная часть казны региона увеличится на 18 миллиардов рублей. Малая часть этой суммы пришла из федерации, остальная перекочевала из прошлого года. Значительно увеличатся расходы на образование и в том числе расходы капитального характера. Вот капитального характера предлагается увеличить на 5 миллиардов рублей в ту же самую адрес инвестиционную программу на 3 миллиарда. По указным категориям мы выходим на планку более 18% прирост заработной платы. А также впервые за последние годы миллиард рублей направят на обновление системы горэлектротранса, БИИС, Корупцовска и Барнаула. На сессии не обделили вниманием и фермеров. Им разрешили строить жилье на землях сельхозназначения. Правда, с одним уточнением. Одному владельцу один дом высотой до 20 метров и площадью до 500 квадратов. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.